Мы продолжаем разговор о цифровизации и когда разговариваем о цифровизации АПК, было не побывать здесь, а мы оказались у нашего гостеприимного хозяина Александра Николаевича Орлова в ООО «Система» в фунтиках и посмотрим на роботизированную молочную ферму на 67 голов. Самое важное в ней, мне кажется, принцип добровольности, который прямо на вывеске обозначен, потому что коровы здесь счастливые, доятся добровольно и показывают самые высокие результаты. Добрый день! Добрый день! Саня Николаевич, расскажите, пожалуйста, о вашем комплексе. Идея зародилась довольно-таки давно, в 2013 году, когда по инициативе фирмы «Далаваль» и ее президента нам показали первую в Казахстане, в районе Ускаменногорска, роботизированную ферму. И, конечно, к этому времени у нас не очень много было информации по таким технологиям. Но, тем не менее, увиденное впечатлило очень, начали активно заниматься вот этой темой. Ну, по разным причинам начало строительства было постоянно откладывалось. Вот в 2020 году было принято решение осенью о том, что время настало, и мы готовы к этому и финансово. Но самое главное, я увидел интерес и блеск в глазах специалистов, потому что моего решения, моего понимания это явно недостаточно. Построили мы эту ферму за 152 дня, 100% собственными силами. У нас квалифицированная строительная бригада очень есть. Запустили 27 февраля 2020 года. И потратили? И потратили мы на это 26 миллионов. Ну, почти 25 с копееками. И из них 14 миллионов ушли на оборудование, начиная от самого робота-дойера до машинки, стриганной для очищения волосовыми. Все сюда включено. И вот от 14 миллионов, 40% мы получили компенсацию с госбюджета, с кривого юного бюджета. Очень быстро и, как всегда, своевременно. Ну, задача не в этом, конечно, заключалась. Задача заключалась все-таки мобилизовать наше профессиональное понимание и навыки именно в новой технологии. Всегда есть вопросы, они должны быть. Если нет вопросов, тогда не надо начинать заниматься чем-то новым. Были вопросы, максимально подготовились. Слава Богу, сейчас интернет везде и всем доступен. Много информации, много уже статистических данных именно по работе вот этих технологий. Поэтому особых переживаний не было. Не было переживаний еще очень важно, потому что мы давно сотрудничаем по молочному оборудованию с фирмой Сибирской молочной технологии. Они же являются официальным дилером фирмы «Доловаль». Мы давно знакомы, знаем уровень их специалистов. И это всегда уверенность в том, что любые проблемы, которые будут, мы их будем решать совместно. То есть, здесь очень важен творческий подход фирмы «Дилера» и нас как эксплуатантов. То есть, совместно надо решать те проблемы, которые возникают. Они возникают и будут возникать. Но их не надо бояться. Потому что, как я вам уже говорил, сегодня техническую проблему гораздо проще и быстрее решить, если по сравнению с кадровыми проблемами. Мы это понимаем. И что мы здесь видим? Давайте немножко покажем. Мы изначально нацелились, поставили такую задачу, использовать молодняк собственный. Без приобретения племм молодняка. То есть, это молодняк? Да, это молодняк. 80% приблизительно это первотелки. То есть, после первотелки. Естественно, с не раскрывшимися еще возможностями по первой автации. Корова, как известно, раскрывается, начиная там с третьего, четвертого теленка только. Здесь были сложности. И как раз мы увидели, что слабо сформированное вымя, небольшие дойки. Но, тем не менее, робот умеет работать и с таким нестандартным или низкотехнологичным скотом. Он работает, справляется с этой задачей. Начали эксплуатацию в зимнее время. Соответственно, пришло понимание, как поддерживать климат. У нас есть, помимо этой технологии, еще две технологии классические. Это привязное содержание 240 коров. И беспривязное содержание с доильным залом Европараллель. Есть чем сравнивать и есть на что опираться. Были подобраны специалисты для работы здесь. Именно это операторы. Соответственно, они современные люди. Умеют работать и с компьютером, и с программой компьютерной, и со смартфонами. Это очень важно, потому что высокотехнологичные специальности, они хорошо оплачиваются. Это, соответственно, поднимает уровень сельского жителя. Статус, уровень. Это важно тоже для молодых людей. Это очень важно. И те ожидания, которые мы возлагали именно на эту технологию, а технология это не роботизированная. Она, прежде всего, технология добровольного доения. И в этом заключается весь смысл. Коровы дуются сами, по своему желанию. По своему желанию, по своей готовности. В том числе и ночью. Совершенно верно. Ночью ходят коровы, дуются. И, соответственно, вот 15 месяцев завтра будет, как мы работаем на этой ферме. Как обычно, год прошел, подбиваются итоги. Они превысили наши ожидания. Прежде всего, по здоровью коров, которые здесь находились. По качеству молока. Качество молока в сравнении с другими технологиями. С другими технологиями. Мы дважды в месяц мониторим соматику. Вот такой очень важный показатель. Кроме жирности белка, кислотности, засоренности. Вот, соматика. Количество соматических клеток в одном кубическом сантиметре. И сколько получается в сравнении? Значит, высший сорт сегодня до 500 миллионов соматических клеток в одном кубическом сантиметре. Вот на привязанном содержании у нас до 300. На беспривязанном, в районе 250 и чуть ниже. На беспривязанном, в доидном зале. Здесь 70-80. То есть, совершенно другой уровень. Даже был такой момент, что переработчики молока не знали, что с таким молоком делать. Слишком оно хорошее. Слишком оно хорошее. Но и поэтому свои технологии надо тоже подстраивать под такой качественной, под такой уровень. Но они справились с задачей. Очень важен здесь климат. И вот почему мы выбрали вариант не реконструкции, а именно строительства отдельной фермы. Потому что есть вентиляторы здесь. Да, есть вентиляторы. Здесь есть подача подогретого воздуха в холодный период. То есть, мы здесь поддерживаем в зимний период. Есть гигрометр. Гигрометр. Все это отслеживается. Литература отслеживается. Соответственно, есть даже стандарт, который мы тоже посмотрели. Головалевский стандарт. Нажимаешь кнопочку и видишь, в стандарте мы находимся или за его пределами. Но тут всегда в стандарте, можно не сомневаться. Если они в стандарте, то включается все, что может включаться. Вот задача по климатическим, так скажем, установкам мы сработали вручную первый год. Но сейчас задачу поставили, мы ее, конечно, сделаем. Все будем автоматизировать. То есть, будет автоматизировано включение? Включение вентилятора, подача свежего воздуха, подогретого, холодного. Он, как правило, не как правило, а точно, он более сухой. Коровы дуются до четырех раз в сутки, да? Да, до четырех раз, минимум два раза. Если корова хочет лишнего, дойер не будет ее доить, робот. Что делать с ней? Он сжатым воздухом ее пугает и открывает ворота, она выходит отсюда. Он ее просто выгоняет? Просто, да, вежливо, вежливо. Вежливо, культурно, без труда. Очень важно, вежливо, вежливо, нет. Но пряника не предлагает? Нет, пряника не дает. А заходит она туда, потому что он предлагает ей пряник, как я понимаю? Он предлагает, ну и кроме того, физиология, животное срабатывает все-таки. Надо отдать молоко, которое оно накопило. Это особенность такая, коров молочного направления. Ну и про продуктивность, что в результате получается? В результате тоже интересное. На приездном содержании 5500 годовая продуктивность. На беспризнанном с доильным залом 6800, здесь 8500. 8500? 8500, да. При том, что здесь, я уже говорил, 80% первотелки. Ну, задача такая, значит, первотелка сюда поступила, она отсюда, здесь же осеменяется, здесь она уходит на сухостой, запуск телется и потом опять сюда возвращается. Жизненный цикл у них связан с этим комплексом. И мы говорили еще, что очень важно не фетишизировать один из способов, а надо иметь все варианты размещения коров и работы с ними. Почему это важно? Это важно для того, чтобы все-таки максимально раскрыть потенциал каждой коровы. Вот, к сожалению, есть люди, которые думают, что эта технология, привязанная, беспризнанная технология, она массовая, здесь нет индивидуально коровы. Подходы к каждой коровы, к возможности каждой коровы. Здесь совершенно ровно наоборот. Здесь абсолютно индивидуальная технология, где мы видим продуктивность, состояние каждой коровы, буквально каждой коровы. В этом нам помогает программа Дельпро. Мы видим ее продуктивность, мы видим ее состояние здоровое, мы видим, когда она поступила, мы видим, ожидаем ее продуктивность по году за 365 дней, да, и мы видим фактически ее продуктивность. То есть информация, которую предоставляют нам вот эти технологии, они все идут в помощь специалисту. И, соответственно, роль специалиста повышается многократно, многократно. Вот мы сейчас с вами у компьютера, что здесь видно? Ну, здесь на экране мониторинга самая важная информация для специалиста, который должен понимать, где находится сегодня эта ферма. Находится и по продуктивности, и вообще по всем параметрам. Не по всем, по основным. Ну, вот сразу мы видим, вычерчивается за несколько дней график продуктивности, где мы тоже можем анализировать, почему... А с чем был связан спад? С кормлением и с температурой. Почему? На первом месте температура высокая, да, соответственно, аппетит коров падает. Здесь вот такой скачок происходит. Потому что мы стараемся, мы это выполняем, постоянный круглогодовой рацион. Для того, чтобы не было кормовых стрессов. Вот продуктивность с нуля часов по сегодняшний момент 27,7. Общий надоек 1775 литров. Ну, это наше обычное состояние. Важный момент здесь потребление концентраторов. 3,63 на начало суточного периода. Это тоже в норме находится. Важное количество доек по ферме 265. То есть минимум 2, максимум 4. Получается вот некая такая цифра 265. И очень интересное количество подходов. Количество подходов всегда превышает количество доек. То есть есть коровы, которые не в свою очередь раньше положенного времени заходят туда. То есть у вас очередь... Да, это нормально. Это нормально. Количество заходов должно превышать количество доек. И среднее надое за одну дойку 11,8 литров. Количество животных на сегодняшний день 64. Сегодня, завтра будем дополнять сюда до 65, до 66 коров. Будем понять. Вот приблизительно вот такую информацию. Если на экран доение посмотреть... То есть мы по каждой корове видим показатели? Да. По каждой корове сколько прошло времени от последнего доения. Если прошло 12 часов и она не подошла, загорается красная черта. То есть оператор обращает... Видимо, одна корова не подошла. Да, да. То оператор уже начинает наблюдать за этой коровой. И если она все-таки не подходит еще в течение одного часа, он вежливо ее приглашает. Слово вежливо здесь ключевое. Вежливо. Не пинать, не ругаться там на нее. Не колотить чем попало. Это обязательно. Здесь вот и одна из особенностей, на которую я обращаю внимание, это минимальное воздействие и участие человека в жизни вот этого коллектива коровьего. Это важно. Что очень важно. Даже мы вот сегодня с вами... Попугали чуть-чуть коров. Ну, мы... В своей съемке. Мы заставляем проявлять нам интерес. То есть они отвлекаются к коровам. Они не боятся, но они отвлекаются. Они ветеринаров боятся. Корова. Да. Понятно. Как мы докторов, наверное. Вот таким образом. То есть максимально здесь мы можем извлечь информацию. Специалисты это пользуются. Очень важно здесь сказать, что почему здесь такая соматика. Потому что на чистоту, гигиеничность всех преддоильных, доильных и последоильных операций робота уделяется очень внимательно. И здесь обязательно не гнаться за дешевизной препаратов, которые при этом придают. А надо рекомендованные ферменные препараты. Это всегда оправданно. То есть это качество молока, это здоровье вымене, соответственно здоровье коровы. Это очень важно. Очень важный момент, что за 15 месяцев работы фермы этой у нас не было ни одного случая заболевания маститом коровы. Это важнейший показатель. Мастит, к сожалению, в других технологиях он есть, был, есть и будет, к сожалению. И требуется достаточно прилагать серьезные усилия, чтобы минимизировать вот эти моменты. Здесь такого нет. Здесь уже в технологии заложено. Это важно. Александр Игоревич, и последний вопрос. Экономические итоги этого года. Что показывает экономика фермы в сравнении с другими системами? Что видите? Важнейший вопрос, которым мы обязаны заниматься, хотя он очень непростой. Сравнивать доходность технологий или рентабельность технологий. Это наша прямая задача. И вот если на привязи и без привязи я беру общую рентабельность погоду 13%, то на этой ферме 34%. 34% рентабельности, да. Но вот эти технологии, они применяются параллельно с желанием и с целью получить высокий экономический результат. Это повысить профессиональный уровень работников. И тоже мы можем им платить достойные средства. Сегодня я вижу работника сельского хозяйства, образованного, владеющего технологиями работы с компьютером, с смартфоном, с программами. Не важно, механизатор он или оператор фермы. Это не важно. Вот такие люди, они приходят, они действуют, у нас такие люди. И это интересно работать. И за ними будущее. И за ними будущее, да. Спасибо.